Это наше второе участие в этом замечательном, может быть, лучшем в фильме Пермского края фестиваля. Я благодарен Министерству культуры Пермского края, благодарен Пермской краевой филармонии и, конечно же, Наталье Шостиной и фестивалю Камба за такую замечательную возможность одной из лучших групп в мире выступить здесь, в этом замечательном зале. Я не буду вам читать лекции о музыке этого ансамбля, многое читали о нем в интернете, скажу лишь, что этому ансамблю выпускали залы 50 с чем-то стран мира, по 2, по 3, по 4 тысячи человек. Он шла в Лондоне, в Нью-Йорке, в Тогию, в Австралию, в Новой Зеландии, на всех континентах мира. С 93-го года с группой сотрудничества, такие музыканты, как Вики Фрэнк Зарпа, собственно, с восхищением Фрэнком Зарпа и конкурту, и началась такая звездная карьера в США. Другой американский ансамбль, совершенно из другой сферы, Кронос-Квартет, уже такая новая академическая музыка, записал несколько композиций вместе с конкурту. Великая американская группа Грейтфуд Дэд, основоположники прогрессии группа Кин Гримсон, да кто только не был фанатом конкурту, и не является фанатом конкурту, и не делал с ними совместных проектов. Сейчас отошла очередь до пермских музыкантов. Я просто даму короткую справку, наверное, многие из вас знают, но все-таки Тува, это наша республика, республика Российской Федерации, до 20-х годов Тува не имела в своей государственности, были кочевые племена. С 44-го года, только с 44-го года Тува входит в состав Российской Федерации, в состав СССР, поэтому, может быть, она одна из наиболее таких чистых в этническом отношении республик страны, и одна из наименее индустриализированных республик России, поэтому там до сих пор сохранилась достаточно в таком нетронутом виде культура кочевых народов. Для кочевых народов дюмских, среднеазиатских и особенно тувинцев характерно горловое пение. Это вы знаете, но в Туве горловое пение, оно существует в самых разнообразных формах и в наиболее богатом букете и соцветии всевозможных стилей и направлений. Но мне кажется, что важно для культура, это то, что они не используют горловое пение, как, знаете, такой трюк, который должен поражать иностранцев, как-то поражать воображение. Они вплетают в общую ткань своей музыкальной магии, освоив все наследие своего фольклора. И самое главное, они движут его вперед. Они практически являются пионерами, отцами-основателями новой туринской народной музыки. Сейчас уже люди подражают ему в рту, не очень-то даже помнят, что было до них и как они двинули вперед свою национальную культуру, не выходя за рамки акустического музицирования. Они как-то искусственно осовременивали свою музыку, находясь в русской традиции, но развивая ее. Потому что в противном случае, если традиция не развивается, она причина в лучшем случае на музейное существование. И еще очень знаменательный концерт тем, что в этом году, через полтора месяца, исполняется 10 лет основателю группы Гайкалова-Ховалы, который много раз был признан одним из лучших вокалистов вообще этнической музыки мира. Ну, скажем, в энциклопедии World Music, которая вышла в Англии, есть только две фотографии в статье России. Это Владимир Высоцкий и Гайкалова-Ховалы. И очень знаменательный тот факт, что серия основных концертов Хунгурту, таких, можно сказать, вверх, посвященных 50-летию Гайкалова, один из таких важнейших концертов, проходит сегодня в Перми. И в связи с этим будут некоторые поздравления, будут некоторые сюрпризы. В честь 50-летия Гайкалова вы это увидите, услышите. Это будет вот такой достаточно уникальный пермский случай. Еще ребята просили мне рассказать следующее. Знаете, вот в культуре кучевых народов конь, тапун, верный скакун, любимый конь, это практически такие сакральные вещи. Вы сами понимаете, что для кочевника конь это одна из святых вещей, одна из сакральных вещей. Постоянно ведется диалог с конем, вы постоянно услышите какие-то ритмы скачек. И вот, ребята говорят, многие могут подумать, что конь это единственное, что нам важно в жизни. Что такое жизнь кочевника? Это стольпище, это кочевье. Что такое кочевье? Это одна юрта, две юрты, ну три, ну пять юрт. То есть одна, две, три, ну пять семей максимум. Очень часто родственники. А дальше без крайностей и дальше другое кочевье, там в 50 километрах. Как в такой ситуации ты найдешь свою любовь? Ну конечно, конечно, для этого тебе нужна лошадь. Поэтому туинские песни о лошадях обязательно являются песнями о любви. Я приглашаю вас в магический мир туинской музыки, магических туинских песен о любви, о природе, о родине, о лошадях под гордон.